Невроза Мегаполиса 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 Для тех, кто интересовался формой консультирования Как выбрать психотерапевта Как понять, что мое, что не мое Тоже сегодня получите ответ Те, кто интересовался и не мог понять, как я работаю Какие есть форматы, я сегодня отвечу Спрашивали о новых услугах, о новых мероприятиях Тоже сегодня расскажу Поэтому ролик будет очень информационным и информативным От начинающих до ребят, которые уже, может быть, занимались Может быть, хотят заниматься психотерапией Может быть, кто-то из вас и сейчас имеет панические атаки Кто-то из вас сегодня не может выйти на улицу Кого-то из вас сегодня посещают мысли и сомнения А вдруг сердце, а вдруг инсульта, а вдруг инфаркт, а вдруг рак А вдруг там что-то заболело, а вдруг не нашли Может быть, вас посещают сегодня мысли сойти с ума А вдруг я сойду с ума, а вдруг заболею шизофренией Не галлюцинации ли у меня А вдруг я потеряю над собой контроль В общем, если вас это так или иначе тревожит, беспокоит Предлагаю вам внимательно сегодня слушать И в этом ролике я буду отвечать на очень большое количество вопросов Которые я вот здесь себе сформулировал Потому что, по большому счету, эту лекцию можно было разделить аж на 15 Но коли ваш покорный слуга загружен по полной программе 6 дней в неделю Не могу я снимать так часто для вас видеоролики Буду сегодня отвечать очень плотно, объемно и информативно Поэтому, если вас интересует перечень выше Пожалуйста, внимательно послушайте все, что я вам сегодня буду говорить Конечно же, 160 практических роликов, которые вы можете найти на этом портале Они также эффективны И многие клиенты, кто сегодня ко мне обращаются Половина из них уже не имеют паники Не имеют такого страха за здоровье Только лишь благодаря видеолекциям, которые вы можете посмотреть на этом канале Они абсолютно бесплатны Сегодня статистика говорит о том Что у меня по последним данным 4700 человек Хотят так или иначе заниматься И по последним данным Примерно 70-75% из них не имеют уже панических атак Не имеют страха Сегодня мы об этом поговорим Но я разделяю своих клиентов на несколько категорий Сегодня тоже об этом скажу Также очень важно сегодня вам пояснить Алгоритм работы То есть, если у вас сегодня есть паника Что нужно делать шаг за шагом И как работать с этим Если это ваша проблема Или проблема ваших родственников С чего мы начнем? Мы сегодня начнем с пресловутого диагноза Вегетососудистой дистонии или ВСД Для тех, кто знает повторение мать-учения Для тех, кто только посмотрел Какие-то ролики, ему что-то непонятно Или только меня нашли каким-то образом То для вас это будет очень важно Итак, что же такое диагноз вегетососудистой дистонии Что происходит с человеческим телом При таком виде расстройств Во-первых, нужно понять Что у человека есть вегетативная нервная система Чтобы понять просто, что это за система Представьте себе педали газа и тормоза Вот так вот условно можно это и понимать Симпатическая, парасимпатический отдел Сейчас не буду вдаваться вам в физиологию и терминологию Проще представьте себе, что у вас есть педаль газа И есть педаль тормоза Педаль газа разгоняет функциональную систему Педаль тормоза ее притормаживает Это абсолютно здоровое, естественное явление В организме физиологии человека Когда вам нужно мобилизировать себя Соответственно организм разгоняет с помощью вегетативной системы органы и системы Например, если вы испуганы Если вы считаете, что вам что-то угрожает Например, на вас бежит собака Или вы прыгаете с парашютом Или вы считаете, что вам что-то угрожает Ваш организм мобилизируется С помощью как раз вот этой автономной Вегетативной нервной системы Нажимается педаль газа с помощью гормонов, с помощью нейромедиаторов, с помощью адреналина и так далее Не будем сейчас вдаваться в детализацию, это вам не нужно Так вот, если вы считаете, что вам что-то угрожает Если вы считаете, что впереди какая-то проблема, связанная со смертью, связанная с вашей жизнью То вегетативная система мобилизируется Выбрасывается адреналин, начинает разгоняться сердце, поднимается давление, учащается сердцебиение Уменьшается частота вдохов, вдох становится менее глубоким, более поверхностным Кровь насыщается больше кислородом, мышцы начинают усиленно, скажем так, работать для того, чтобы вы куда-то побежали И так далее Все это физиологические явления, связанные со страхом за собственную жизнь Связанные со страхом, что вам что-то будет угрожать Торможение вегетативной нервной системы в виде замирания, в виде такого кататонического ступора Тоже является функцией спасения в виде такого замирания Поэтому, когда нужно, когда вам холодно, вегетативная нервная система будет тормозиться автоматически Когда вы боитесь за собственную жизнь и вам нужно спасаться Или вам нужно каким-то образом проживать определенную проблему, она будет также реагировать То есть, поясню по-простому Вегетативная система, это педаль газа и тормоза в организме человека В зависимости от той ситуации, внимание, сейчас первый момент Которая происходит в реальности, например, на вас бежит собака И вам нужно побежать, для этого вегетатика мобилизируется Либо вы так считаете Вот этот момент первый нужно уловить Для мозга нету разницы То ли на вас бежит собака в реальности То ли вы представляете себе А вдруг я пойду и там умру Вы же в это верите Мозг не может выпрыгнуть из вас из головы И оценить объективно ситуацию Он работает на уровне импульсов, на уровне образов Поэтому, если вы создаете образ смерти Образ опасности, образ непреодолимости Связанное со здоровьем Или связанное с жизненными обстоятельствами Об этом мы чуть попозже будем говорить Ваша психика считает, что вы в опасности И вы подвергаетесь какой-то угрозе На это физиология отвечает вегетативным напряжением Вот это понятно? То есть, если вы считаете, что в вашей жизни Есть некоторые ситуации Которые трактуются вами как угрожающие Например, с мужем, с деньгами, с работой и так далее Ваша психика трактует это как угроза Вы этого не осознаете в полном объеме Об этом мы будем говорить чуть позже Но ваша вегетатика на это реагирует Вот тут и начинается вся парадоксальная история с ВСД То есть, психика реагирует на то Как будто вы в угрозе Как будто вам что-то угрожает Вегетатика от этого срабатывает В виде напряжения А вы не понимаете, что происходит Вы вроде как посуду моете Вроде как по улице идете А вдруг начинается вегетативная мобилизация И первое, что человеку приходит в голову Что у него что-то с сердцем Что-то с сосудами Что-то с дыханием И вот так формируется первое Парадоксальное непонимание Того, что на самом деле с вами происходит Итак, давайте я подытожу Что же такое вегетососудистая дистония Это срабатывание вегетативной регуляции Якобы на ровном месте Запомните слово якобы на ровном месте Вот это якобы на ровном месте Вас всех и вводят в заблуждение И вы начинаете искать в себе какую-то болезнь То сердце, то сосуды, то кишечник, то легкие То бог знает, что там вам в голову приходит Кому-то приходит в голову, что он с ума начинает сходить Кому-то приходит в голову, что это инфаркт, инсульт Симптомы рака Симптомы какой-то другой болезни Дальше происходит парадокс следующий Вы приходите к врачу Со словами доктор Кажется я помираю У меня вот тут стучит, тут звенит Тут напрягается Тут практически я падаю в обмороке Какие-то странные приступы возникают Первое, что делает врач, проводит дифференциальное обследование И вот тут возникает второй парадокс Вам говорят, что вы здоровы Вам говорят, что у вас все хорошо Объясню, почему вам говорят, что у вас все хорошо В медицине есть четкое понимание, что такое болезни Болезни это нарушение анатомии Или нарушение целостности органа Либо явное отклонение в лабораторных исследованиях Либо явное отклонение на ультразвуковых исследованиях Порядка нормы анатомии, пато-анатомии Либо определенные симптомы, указывающие на серьезное расстройство органа Вот в неврозе, в данном случае на жалобу вегетососудистой дистонии У вас нету явных физиологических отклонений Кроме функциональных Поэтому определение невроза Это функциональное расстройство систем и органов Вне наличия органической патологии Перевожу У вас сердце в норме Но оно функционально работает в учащенном режиме Понимаете? У вас желудочно-кишечный тракт в норме Нету язв, нету новообразований У вас легкие в норме Нету новообразований патологий Но функционально напряжено Вот так родился диагноз ВСД Где на самом деле органы целы Все работает хорошо Но есть проблема с функцией Где функция усилена Так вот это усиление функции является здоровым Опять же вернемся чуть назад Для человека Который трактует свое жизненное обстоятельство Как угрожающее На первый взгляд вам сейчас кажется Что угрожающими вы трактуете ваше самочувствие И это правда Но это уже вторично На самом деле парадокс ВСД заключается в том Что у вас есть определенные жизненные обстоятельства И определенный взгляд на эти обстоятельства Опять же муж, жена, дети, работа, карьера, успех, цели, самостоятельность В зависимости от родителей Социальное взаимодействие в плане социофобии Вот эти все обстоятельства Или какие-то случившиеся обстоятельства Вы трактуете определенным образом Образом тревожным Образом безвыходным Образом непреодолимым Или доказывающим что-либо Это создает внутреннюю эмоцию Тревоги И эта тревога начинает вегетативно проявляться От незнания Вы начинаете трактовать это Как приступы Хотя на самом деле это эмоциональное состояние И это можно доказать научно и медицински Проблем здесь в доказательстве нет абсолютно Поэтому если у кого-то есть сомнения Что ВСД это какая-то болезнь органов или системы Это очень большое заблуждение За десятилетия Тысячи, десятки тысяч пациентов Не обнаружили никакую патологию Как бы они не искали 20 раз колоноскопию 30 раз эту самую Гастроскопию 18 томографов Что они только не пытались себе найти Не найдете Потому что физиологическая работа Вашей вегетативной нервной системы Абсолютно естественна для человека Пребывающим В эмоциональном состоянии Тревоги В эмоциональном состоянии Беспокойства и так далее Вот это понятно Итак, подводим итог По ВСД Вегетососудистая дисфункция Это естественное Физиологическое реагирование Вегетативной нервной системы У людей Которые страктовали Свои жизненные обстоятельства Как безвыходные и угрожающие Затем они неправильно отреагировали И испугались происходящему Пришли ко врачу Вам поставили ВСД И точно не объяснили Что это такое Вы пошли в интернет А в интернете Еще больше людей Которые тоже не понимают Что это такое И вот так и случился Этот парадокс Где никто ничего не знает А проблема физиологическая Якобы имеется Вот это понятно Теперь по поводу жалу Значит Физиология Вегетативной нервной системы Очень широка и обширна И проявляться это напряжение Может всевозможными клиническими эффектами Феноменами И вегетативной иннервации Начиная от головокружения Слабости Трикардии Затрудненным дыханием Расстройство кишечника Желудка Болевыми синдромами Вплоть до специфических ощущений Во все вегетативных отделах Нервной системы Есть несколько вегетативных центров Исходя из их иннервации Будет определяться симптоматика Ком в горле Струдненное дыхание Техикардия Подъем давления Холод в желудке Спазм кишечника И так далее Все это Эмоциональное проявление Хотите пример Экзамен Потеют ладошки Прыгаете с парашютом Озноб Мурашки Все сжимается Спазмируется Вас кто-то напугал Выбросился адреналин Сердце стучит Во рту сухо Все это Естественная регуляция Вегетативно-нервной системы Что же такое Паническая атака Паник атака Или паническая атака Это острый испуг Характеризующийся Выбросом адреналина В естественной Физиологии Инстинкта самосохранения Отвечаю на вашу Ошибку И на ваш вопрос Паническая атака Это не невроз Нету болезни Под названием Я болею паническими атаками Паническая атака Это испуг Вегетативного напряжения О котором я вам говорил ранее То есть Если у меня Есть эмоциональное состояние По отношению К моему Мужу Или моей жене Или каким-то прочим Обстоятельствам жизни Это вызывает у меня Сильное эмоциональное беспокойство И в какой-то момент времени Это эмоциональное беспокойство Начинает проявляться Вегетативно Например Тахикардия Или экстрасистола Например Ком в горле Или затрудненное дыхание Первое что я думаю Что я сейчас умру Я уверен Что я сейчас умру И я уверен Что надо что-то делать От этой уверенности Выбрасывается Адреналин Как инстинкт самосохранения Адреналин запускает Еще большую мобилизацию И я в полной Абсолютной уверенности Что это приступ Который связан С неминуемой смертью Или как минимум Потери сознания Вот этот короткий эпизод Выброса адреналина С желанием Куда-то побежать Попросить о помощи И является панической атакой Парадокс панической атаки Заключается в том Что вы сами Себя пугаете Создавая Эмоциональное ощущение Создавая Полную уверенность Себе в том Что это приступ Смерти Или что сейчас Что-то с вами произойдет От этого Выбрасывается адреналин Вы себя пугаете И вы уверены В том Что вам повезло Что вы не умерли Что сердце не остановилось Что сосуды не разорвались Что вы не задохнулись Вам просто повезло Потому что пришла мама Потому что Поговорили по телефону Или просто так вот совпало Как-то домой Вы успели прийти Так вот Что нужно знать О панических атаках На сегодняшний день Существует множество Желающих Полечить Исцелить Избавить От панических атак Конечно Слово Избавить Продается Очень хорошо В интернете Потому что Когда мы говорим Я вас избавлю Подразумевается Что вы ничего делать Не будете Вы придете Заплатите деньги Я что-то вам скажу Покажу Там что-то может быть Дам И вы избавитесь Желание людей Получить на халяву Побыстрее И с гарантией Оно опережает Здравый смысл И логику Так вот Никаких лечений Панических атак Быть не может Избавлений От панических атак Быть не может Единственное Правильное Научно обоснованное Доказанная Формулировка Связанная С паническими Атаками Это Работа Над Испугом То есть Вас по большому счету Должны Обучить Правильно Понимать Вегетативное Напряжение И учиться Не видеть В этом Напряжении Угрозы Для жизни Сейчас буду Рассказывать Упражнение Что нужно Всего лишь Навсего Для этого сделать Итак Значит Зрители канала У кого есть Эти самые приступы И вы понимаете О чем я говорю Вы делаете Несколько ошибок Ошибка номер один Заключается в том Что вы Считаете Что эти Вегетативные Напряжения В том числе Острый Испуг В виде паники Угрожает Вашему здоровью Никто От этого Не умер И ничем Вам это Не угрожает Даже если Вы будете Испытывать 30 панических Атак в день Ничего с вами Не случится И вы это Прекрасно знаете Сколько лет Это было Сколько Сотен тысяч Клиентов Пациентов Никто От этого Не умер Ничего не Разорвалось И так далее Объясню почему Паническая Атака Это Испуг Это Вы себя Пугаете Неправильно Трактует Вегетативное Напряжение Ваши Надпочечники Сами Выбрасывают Адреналин Адреналина В вашем Организме Не может быть Физиологически Больше Вашей Выносимости Вот Если Вы говорите Адреналин Опасен Если я Возьму Много Шприцов И начну Вам системно Фигачить Внутривенно Адреналин То конечно Вот такое Бесконтрольное Введение Внешнего Адреналина Может быть Опасным Но ваши Внутренние Надпочечники И мозг Не может Выбросить Такую Дозировку Адреналина Которую Можно взять Например Из Шприцов Вот это Понятно Поэтому Ребятки Сколько бы У вас Не было Паники Сколько бы В этом Себе Не придумывали Страшилки Со словами А вдруг У меня Организм Все-таки Сломается Не выбросится У вас Во время Паники И в течение Дня Столько Вы не можете справиться Вот это понятно Отсюда Вывод номер один Паническая Атака Как испуг Абсолютно Безопасен Для жизни Но субъективно Дискомфортен Как любое Выбрасывание Адреналина Будь то внутреннее Будь то внешнее Адреналин Колется в реанимации Для того Чтобы привести В чувство человека Для того Чтобы вывести его Из шока Для того Чтобы реанимировать Его И для того Чтобы мобилизировать Организм На активность В реанимации Адреналин Почему Мобилизация Ваши внутренние Напочники Не могут выбросить Столько адреналина Чтобы вас Передозировать Чтобы вас Вы умерли Организм Не может Сам себя убить Просто Надо начать Диагноз Умер от того Что его организм Стал выбрасывать Много адреналина И он не выдержал Такого не бывает В физиологии Когда опасен адреналин Адреналин опасен Старым бабушкам Старым пожилым людям У которых Есть серьезные Патологии сердца У которых Есть серьезные Патологии Коронаров Ишемии Миокарда Где лишние Эмоции Конечно Могут быть Угрожающим Фактором В вашем случае Если вы прошли Кардиологическое Обследование И врачи Говорят Все Хорошо У вас Не бабушкино Дедушкино Сердце Знаете Что вы можете Пугаться Переживать Беспокоиться Сколько вам Душе Угодно Вот это понятно Итак Теперь по поводу Упражнений По поводу ошибок Слушаем Внимательно Сейчас Чтобы потом Не переспрашивали Значит Единственное Что вам надо знать Чтобы справиться Не избавиться А справиться С приступами Панической атаки Это Несколько принципов Принцип номер один Вы должны Четко себе Объяснить Что эти Состояния Испуга Не опасны Принцип номер два Вы не должны Избегать Этих Вегетативных Ощущений Принцип номер три Во время Вегетативного Напряжения С которого Начинается Паника Помните Как паника Начинается Сначала Вегетативное Напряжение О котором Я говорил ранее Потом вы Начинаете Думать Ой А вдруг Это приступ А вдруг Я умру И вот так Вы себя пугаете Вот в этот момент Когда начинается Первое Вегетативное Напряжение Надо четко Себе Дать Команду Никуда Не бегу Никуда Не щемлюсь Никакие таблетки Не ем Никому Не звоню Просто Я сейчас Проживу И выдержу Это напряжение Можно использовать Разные Здесь упражнения Я всегда Рекомендовал Упражнение Которое Называется 33 Со словами Усиление То есть Вы просто Напросто 33 раза Пытаетесь Усилить Данное Вегетативное Напряжение Со словами Давай еще сильнее Раз Давай еще сильнее Два Что-то как-то Слабенько Три Что-то как-то Сегодня не очень И начинаете Улыбаться И просто Проживаете Это вегетативное Напряжение Которое Поднимается Волной Оно вас Заполняет Вам кажется Вот-вот-вот-вот-вот Вы просто Проживаете Выдерживаете Считаете До 33 Пытаетесь Усилить И оно Заканчивается Ошибка Заключается В том Что как только Начинается Это напряжение Вы начинаете Как-то бежать Вы начинаете Паниковать Вы начинаете Что-то делать Вот этого делать Не нужно Тезис номер Четвери Вы должны Идти Вперед В те Места Где у вас Это было То есть Если вы Начинаете Избегать Мест Где у вас Были Такие Вегетативные Ощущения Которые вы Потом Перевели В панику Вам Начинает Казаться Что метро Связанное С паникой Там Этот приступ Образуется Типа Мне вот Метро Как-то Меня Кроет Или На улице Вот так Можете Создать Агорафобию То есть Состояние Когда вы Условно Представили Себе обстоятельства В которых Вас накрывает И вам Эти обстоятельства Нужно Избегать Чтобы там Этого Не случилось Вот Механизм Избегания Обстоятельств Которых Вы Раньше Пугались И является Инвалидизацией Чтобы с этим Справиться Вам Нужно Переписать Все места Где это Было И пойти Туда И наоборот Пытаться Спровоцировать Это вегетативное Напряжение Его усилить Прожить Эту панику То есть Секрет Терапии И помощи При панических Атаках Это не Избегание А наоборот Выдерживание Этого приступа Поверьте Моему Опыту Опыту Тысячи Моих Пациентов Как только Пациент Начинает Выдерживать Панику Она Прекращает Его преследовать Физиологически И научно Я могу это Объяснить И доказать Очень просто Вы не можете Пугаться Того Что Логично Понимаете Что это Выдерживаемо И не опасно То есть Паники Возникает Тогда Когда вы Пугаетесь И когда вы Боитесь И избегаете Нет 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 А когда Вы начинаете Спокойно Понимать Что это Выдерживаемо Что это Проживаемо И что Это Преодолимо Паники Больше не будет Вот и все Это очень простой Принцип И нету здесь Избавления И от того Что я вам сейчас Рассказал И от того Что вы сейчас Это сделаете Или будете делать Завтра И у вас через неделю Через две Не будет этих приступов Я вас не избавил Я вас не вылечил Я просто вам Объяснил Основные ошибки Вот это Понятно Поэтому Считать Что я вас Вылечил И я вас Избавил От панических Атак Это глупо Я всего лишь Навсего Объяснил И показал Вам основные Тезисы Чтобы не Пугаться Далее Хочется вам Скать следующее Что Паническая Атака Как испуг Не является Самим Неврозом Это лишь Испуг Вегетативного Напряжения Неврозом Является То Почему у вас Вегетативное Напряжение Изначально Началось А то Что у вас Паника И агорафобия Это всего лишь Навсего Испуг Вегетативного Напряжения А потом Избегание Этих обстоятельств Где у вас Этот спуг Был Как только Вы начинаете Не бояться Паники Ее выдерживать И идти в места Где у вас Это было И там Это проживать У вас Заканчивается Агорафобия Вы начинаете Передвигаться И у вас Нет острых Приступов Паники Многие Не очень Скажем так Пока еще Развитые Коллеги Считают Что это И есть Психотерапия И что это И есть Та самая Помощь За которую Обратились Пациенты Так то Оно так Но к сожалению Пациенты Не понимают Что сама По себе Паника Испуг И агорафобия Это Не то чтобы Начало Это просто Первичные Ошибки Сама терапия Невроза От которой Началось Вегетативное Напряжение Это то Почему Это началось Потому что Рассказываю Когда у вас Есть такое Расстройство Как невроз Оно проявляется Тремя Способами Первый способ Это телесно Это Это Есть Ваше ВСД Которое Может Потом Переходить В панику От вашего Испуга А потом Избегание Идиагорофобии То о чем я сейчас Говорил Второе Это Эмоциональное Состояние Постоянная Тревожность Злость Агрессия Напряжение Беспокойство И третье Это Поведение Это Какие-то Странные Проявления Проверки Избегания Какие-то Странные Поведения С людьми В социуме С мужем Женой На работе С коллегами И так далее То есть Сам по себе Невроз К панической Атаке И к агорофобии Никакого Отношения Не имеет Паническая Атака Это Маленький Кончик Веточки Который Называется Невротическим Проявлением Так вот Если вы Справились С паникой Вы хорошо Посмотрели Мои видео Лекции Лекции Моих коллег Прочитали Книги Прошли Там Какие-то Специфические Занятия И вы Научились Передвигаться По городу Не научились А перестали Бояться И перестали Испытывать Вегетативный Приступ Паники Которой Вы сами Пугались Это даже Не начало Вашей терапии Я вас Хочу Разочаровать Это только Лишь Первое Прелюдие К тому Что вы Просто Поняли Что происходило Вот это Понятно И так Я подытожу Чтобы Если тебя Как зрителя Этого ролика Мучают Так скажем Приступы Паники И ты Тяжело Передвигаешься Самостоятельно С завтрашнего дня Ты начинаешь Чётко Объяснять себе Что такое Вегетативное напряжение Что это Не опасно И самое главное Ты каждый день По три раза Выходишь на улицу И начинаешь Проживать Эти состояния Там где они были Не избегаешь Усиливаешь Пытаешься Проживать Это так Как можно Никуда Не бежишь Считаешь Считаешь Про себя Тридцать три С чётким Пониманием Что ты Никуда Не убежишь И просто Это надо Эту волну Надо просто Принять Прожить И идти дальше Заниматься Своими делами Вот это понятно Я тебе уверяю Что кого бы ты Не слушал Всё это будет Примерно Одно и то же Я тебе Это выдаю Вот сейчас Вот так вот Можешь Проверять Можешь Перепроверять Увидишь Что все Упражнения С паническими Атаками С агорофобией Основаны На Выдерживании Этого Состояния Для того Чтобы ты Доказал Своему мозгу Что от того Что это Прочувствуешь Ты не умрёшь Тогда всё Заканчивается Вот это понятно Круто Дальше идём Теперь я хочу Перейти к такой вещи Как ипохондрия Есть такое расстройство В медицине Называется Но ипохондрический Синдром Это состояние Человека Когда он Постоянно Ищет себе Какие-то заболевания А вдруг Это заболело А вдруг Это А вдруг Там не нашли Вроде как Сердце Потом голова Потом желудок А потом кишечник А может Рак А может Не до обследования Знакома такая история Объясняю Здесь же будет Давай я в эту же тему Включу Навязчивые мысли А вдруг я сойду с ума А вдруг я потеряю На себе контроль А вдруг я стану Каким-то больным А вдруг это А вдруг то И сюда же я включу Какие-то странные ритуалы Проверку Перепроверку Перешагивание Какие-то странные действия Поведение Определённое Избегающее Вот смотри Хочу тебе объяснить Очень просто Сложную концепцию Объясняю тебе Простым языком Сложную Концепцию Помнишь Я рассказывал В самом начале О том Что Вегетативное напряжение Которое ты чувствуешь Проявляется телесно Теперь смотри Что такое невроз У человека Происходит Например Вспомни себя У тебя было всё хорошо И вдруг В какой-то момент Ты почувствовал Телесное проявление И стал испытывать тревогу На самом деле Происходило Следующим образом Какие-то обстоятельства В твоей жизни Может быть развод Может быть муж Может быть жена Может быть работа Может быть дети Может быть деньги Может быть ещё что-то Может быть возраст Стали Трактоваться тобой Как Непреодолимые Как Непонятно как принимать решения И так далее Сейчас это не важно Ты стал испытывать Внутреннее напряжение По поводу Каких-то социальных Факторов Опять же Жена Муж Работа Самое интересное Что ты К этому Никогда Не прислушивался Не присматривался Для тебя это были Какие-то обычные Бытовые обстоятельства Какие-то Ну проблемы на работе Ну проблемы с женой Ну муж какой-то не тот Ну это всё Ты не придавал Никогда этому значения Но на самом деле Напряжение По этому поводу Было И есть До сих пор Если ты смотришь Это видео Так вот что происходит дальше Когда у тебя происходит Такая байда Эта байда По-любому В какой-то момент Начнет проявляться Тремя способами Первый способ Это и есть То самое ВСД Проще говоря Это телесное Проявление Вот этого напряжения Это наша С тобой тахикардия Это наша С тобой Ком в горле И так далее Если ты здесь Испугаешься Этого проявления То у тебя Отсюда Выйдут приступы паники Как ты помнишь уже Если ты начнёшь Избегать Каких-то мест Где у тебя якобы Были эти приступы паники То это перейдёт В агорофобию Вот и всё Было напряжение Связанное Социальной жизнью С личной жизнью И так далее Оно проявилось Телесно Ты его испугался Стал избегать Вот то С чем ты ко мне пришёл Но это ещё не всё Второй вариант И это естественно Это эмоции Человек просыпается Уже в эмоциональном напряжении Человек начинает Чувствовать себя Постоянно Тревожно Напряжённо И это Это и есть эмоции Постоянная внутренняя тревога Начнёт проявляться Каким-то образом И она будет проявляться В виде постоянного беспокойства В виде постоянного Какого-то эмоционального накала И третье Это поведение Поведение Это ритуалы Проверки Ссоры Скандалы Крики Избегания Нежелание что-то делать Прокрастинации И так далее То есть внутреннее напряжение Должно будет куда-то выходить И оно у тебя выходит Сначала в тело Затем в эмоциональное состояние А затем в компульсивное Сбрасывание напряжения То есть когда ты Чего-то пытаешься сделать Или проверить Или перепроверить Или как-то себе странно ведёшь Это не что иное Как проявление Невротического Внутреннего напряжения Которое создаётся Совершенно по другому поводу Понятно? Проблема в том Обстоятельства Обстоятельства Привели тебя к напряжению А это напряжение Проявилось телесно Эмоционально И поведенчески Есть такой феномен Многие его наверняка знают Я выложу этот ролик Группу дереализация Есть такой симптом Как дереализация Деперсонализация Я бы сказал что это синдром Синдром это совокупность симптомов Чтобы вы понимали Что такое дереализация И деперсонализация Как оно вот здесь Укладывается в эту концепцию И в эту структуру Длительное Эмоциональное напряжение По каким-то обстоятельствам жизни Создаёт длительное напряжение И длительную эмоциональную реакцию Чем больше обстоятельств По которым у вас возникает напряжение И чем дольше это по времени Выходит во внутреннюю тревогу И во внутреннее эмоциональное состояние Тем скорее всего Быстрее разовьётся Такой синдром Как я не хочу видеть то Что меня окружает Я не хочу это принимать Вот эта длительная Затяжная Эмоциональная Внутренняя тревога И эта длительная Затяжная депрессия Выдет такой симптом Его можно сюда отнести Потому что это по телу Резонирует Как синдром дереализации То есть когда вы в группе Дереализация Задаёт мне вопрос Как лечить дереализацию Надо понимать Что дереализация Как и вегетативная дисфункция А как правило У 70% пациентов С дереализацией Начиналось всё С вегетативной активности 2 часа С вегетативной активности Панических атак Потом это потихонечку Переходит в дереал Почему? Потому что обстоятельства По которым у вас возникает Нутреннее напряжение Затягивается И психика начинает Оттормаживаться Таким образом Поэтому терапия Дереализации Это всегда Работа Над этими обстоятельствами И пока мы Эти обстоятельства Не изменим Или отношение к ним Это напряжение Не уйдёт И не уйдёт Ваш симптом Понятно? Круто То же самое касается Ваших ритуалов И навязчивых мыслей Откуда берутся мысли А вдруг я сойду с ума А вдруг я потеряю контроль А вдруг я заболею шизофренией А вдруг это А вдруг кто? Навязчивые мысли Очень хочу Показать тебе Детализированную концепцию Здесь Это к ребятам с ОКР Вот эти навязчивые мысли Навязчивые Сомнения Смотри внимательно А сюда же ипохондрия Помнишь Ипохондрический синдром А вдруг это заболеет А вдруг кто? Вот смотри Есть ли у тебя Внутри психики Есть Трактовка Помнишь вот эти обстоятельства Обстоятельства жизни Помнишь? О которых я говорил Там муж, жена, работа, переезд Развод, не развод Вот если эти обстоятельства Тобой трактуются Как угрожающие Пишу тебе Угроза Вот если эти обстоятельства жизни Трактуются как угрожающие Внутри психики Тогда психика должна Сублимировать эту угрозу Куда-то наверх Именно поэтому Ты во всех Уколах Пронзаниях Каких-то непонятных ощущениях И видишь что? Угрозу И эта угроза Начинает Проявляться В виде постоянных сомнений А вдруг? А вдруг? А вдруг? То есть Когда ко мне Приходит пациент Или пациентка С постоянными сомнениями А вдруг это? А вдруг это? А вдруг это? Я прекрасно Понимаю Что ее угроза Которую она видит Якобы в здоровье Якобы в каких-то обстоятельствах Эта угроза Берется От угрожающей трактовки В реальных жизненных обстоятельствах И работать нужно Именно с этим Нужно найти Обстоятельства Жизни Которые трактуются Как угрожающие Решить это С помощью наших занятий И тогда Вот эти сомнения Прекращаются Вот это понятно Про ипохондры Отлично То же самое касается Терилизации То же самое касается Навязчивости А вдруг я сойду с ума И так далее Есть один нюанс Теперь про Вдруг я сойду с ума Заболею шизофренией Есть такая частая жалоба Смотри Разница на самом деле Здесь очень небольшая Если у ипохондриков Угроза По обстоятельствам То у ребят с УКР У которых страх заболеет Шизофренией Внутри Психики Те же самые обстоятельства Отношения с родителями Там Те-те-те-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре-ре Только как Или обстоятельства Отношения с социумом Те же самые обстоятельства Только которые Трактуются как А вдруг Я буду плохим А вдруг я плохой А вдруг я выйду за рамки А вдруг я не понравлюсь А вдруг я сделаю что-то не так А вдруг это неправильно А вдруг я буду плохим И вот это А вдруг я буду плохим Точно так же Как у ипохондриков Угроза Сублимируется Наружу И это А вдруг я буду плохим Начинает преломляться В реальности А вдруг я сойду с ума А вдруг я потеряю контроль А вдруг я упаду? А вдруг это? А вдруг это? То есть, посмотри внимательно на два слайда. Разницы между ипохондриком и ОКРщиком нету практически никакой. Разница заключается в том, что ипохондрик трактует свои жизненные обстоятельства как угроза, и это выходит во внешнюю угрозу, желательно в тело, а вдруг этим заболею, а вдруг этим. А ОКРщик интерпретирует себя и обстоятельства, вдруг я буду плохим, и это начинает сублимироваться или проявляться в виде навязчивых сомнений. А вдруг я буду плохим, как? А вдруг я кого-то убью? А вдруг я возьму ножи? А вдруг я сойду с ума? А вдруг я сойду с ума? А вдруг я заболею шизофренией? Ну и так далее. Концепция вот так вот просто. Понятно? Завершайте. Так, что дальше? Ну, собственно говоря, про это я рассказал, про это рассказал. Что делать? По поводу терапии. Вот ипохондрии, и по поводу терапии, дереализации и навязчивых мыслей, о которых я сказал ранее. Единственное, что вам надо знать, что работать с вот этими навязчивостями, что ипохондрика, а вдруг сердце, а вдруг рак, а вдруг это, бесполезно. Что у ОКРщика, а вдруг я сойду с ума, бесполезно. Коллеги, которые пытаются работать с вот этими страхами и сомнениями, что ипохондрика, что у ОКРщика, обречены на провал. Ну, может быть, вы сделаете так, что он не будет бояться за сердце. У него начнется что-то другое. Может быть, вы сделаете так, что он не будет бояться там еще за что. Но пока вы, мои коллеги и зрители канала, не справитесь с трактовкой обстоятельств, как я буду плохим, или с трактовкой обстоятельств, угрожающих якобы вам, вы не вылечитесь. Соответственно, как это лечится? Вы приходите к психотерапевту, желательно когнитивно-поведенческому, и начинаете работать над отношениями в реальной жизни. Муж, жена, работа, деньги, карьера, привязанность к матери, требования к окружающим, требования к себе и так далее. Там много аспектов именно в личности. Вот над этим и надо работать. Как только вы эти аспекты в личности сделаете более объективными, более гибкими, научитесь относиться к обстоятельствам, не как, а вдруг я плохой, и это будет ужасно, и не как угрожающие ситуации, ваши симптомы закончатся. Так, дальше. Просили рассказать про такой феномен, как почему избавился от панических атак, агорофобии, но мне обещали гармоничную счастливую жизнь, но что-то как-то через месяц... Ну вот, смотрите, я уже об этом говорил на самом деле, что панические атаки, и уж, естественно, никакой гармоничной счастливой жизни речь не идёт, это всё, конечно, иллюзии, либо заведомое введение в иллюзию, либо непонимание самого автора, что это иллюзия, потому что до тех пор, пока вы не устраните отношение к обстоятельствам, даже если вы не пугаетесь ваших вегетативных реакций, и приступов этих испуга нету, картина маслом не меняется. Что она такая была, а что такая? Конечно, когда человек начинает передвигаться, и начинает не испытывать этих приступов, ему кажется, что его избавили, он на радость их ноги целует своему терапевту. Но, к сожалению, избавившись от этого, вся проблема не заканчивается. И я вам даю стопроцентную гарантию, что если у вас были приступы паники из-за неправильного вегетативного понимания ситуации и избегания, и вы научились просто-напросто, благодаря моим роликам или роликам моих коллег, не пугаться и не избегать и ходить, этого недостаточно, потому что я вам даю стопроцентно, через какое-то время вы все равно продолжите испытывать тревогу, вы все равно продолжите испытывать вегетативное напряжение и какие-то навязчивости, сомнения и так далее. Потому что, скорее всего, обстоятельства и ваша интерпретация обстоятельств вашей жизни не поменялась. Следующий вопрос, который задают ребята, по поводу сроков терапии. Сколько надо, Алексей Юрьевич, занять, чтобы справиться уже с самой проблемой. Надеюсь, что вы понимаете, что вот это не проблема. Проблема вот эта. Смотри, здесь очень сложно ответить однозначно. Вообще, в профессиональном мире психотерапии есть такое понятие, как заказ клиента. Если ты мне говоришь, Алексей, пожалуйста, помоги мне справиться с паникой, с агорофобией, я тебе объясню все это. На панику агорофобии может потребоваться час. Вот ты посмотрел этот ролик и начал с сегодняшнего дня делать то, что я тебе говорил, смотри выше, и ты можешь за несколько дней или даже неделю справиться с этой ошибкой неправильного понимания вегетативного напряжения. Чем больше ты будешь ходить, провоцировать и проживать, усиливать, тем быстрее ты справишься. У меня были случаи, когда люди за один день переставали. Они просто тупо пошли, начали проживать, начали усиливать. Два-три дня, все, нету. Поэтому если говорить про панику от одного часа дня недели, если говорить про в цел, или, например, про дереализацию, или про ипохондрию, то вот здесь вопрос сложнее. Потому что срок терапии, дереализации, срок терапии самого тревожного невроза, самого состояния, зависит, внимание, от сроков формирования в клиенте нового рационального отношения к обстоятельствам, раз. Второе. От сроков введения в свою жизнь новых привычек. Третье. От сроков принятия решений по каким-то обстоятельствам. Ну, пример тебе банальный. Если мы с тобой понимаем, что причина внутреннего напряжения, невозможность принимать решение, развестись, не развестись, уйти, не уйти, уволиться, не уволиться, переехать, не переехать, или, например, не могу жить одна без мамы, или я вдруг не справлюсь. Сколько тебе потребуется времени, чтобы принять решение, разводиться или нет? Сколько тебе потребуется времени, чтобы наладить отношения с мужем? Сколько тебе потребуется времени, чтобы научиться жить без матери? Сколько тебе потребуется времени, чтобы сформировать новую самооценку, которая была занижена от отношений с отцом, где отец тебе ее, в принципе, ногами под плинтус забил, потому что он либо тебя обесценивал, папа, либо его не было. Сколько потребуется времени, чтобы ты делами, ну, в нужную самооценку воспитала, это уже вопрос исключительно индивидуальный. По моим подсчетам, если мы не говорим про паническую атаку, если мы не говорим про общую теорию, то в среднем на серьезные личностные изменения в среднем нужно 3-6 месяцев системной терапии, над мышлением и над обстоятельствами. 3-6 месяцев вполне, как правило, хватает для того, чтобы четко хотя бы сфокусировать человека над тем, что является проблемой, и четко дать человеку понимание, как эта проблема должна быть разрешена. А вот сколько ему потребуется времени, это уже вопрос десятый. Но, я вам так скажу, одно понимание сути проблемы, например, муж, жена и так далее, мама, папа, и четкие технологии отношения, изменения отношения к этим обстоятельствам и план действий по решению этих обстоятельств, дает уже существенное облегчение. У меня были ситуации, где мне клиенты писали через год, через два, и я наконец-то все поменяла, все классно. То есть, бывали случаи, мне месяца хватало. То есть, все зависит от, понимаете, но не каждая женщина, не каждый мужчина может так вот быстро переехать, жениться, развестись, уволиться, поднять свою самооценку. То есть, на это требуется время. Поэтому, как правило, 3-6 месяцев настраивайтесь на это с поддержкой профессионального консультанта. Это понятно? Но, опять же, все зависит от индивидуальных нюансов. Я же не могу вам дать другого мужа. Я же не могу вашему мужу объяснить, как нужно к вам относиться. Я могу, но вопрос, придет ли он на занятия. Поэтому я очень часто в своих занятиях привлекаю мужей, жен в терапию, родителей в терапию. Потому что есть такое понятие, как среда. Есть невротические случаи, где без вовлечения мужа, родителей, долго происходят изменения. Понимаете? Это очень интересная, системная, глубокая работа над вашей личностью. Следующий вопрос по поводу фармакологии. Очень хороший момент. Смотрите, что происходит по поводу фармакологии. Рассказываю. Правильное понимание фармакотерапии и неправильное понимание. Когда она нужна, когда она не нужна. Значит, как я уже сказал, сроки вашей терапии зависят от сроков нового формирования, нового мышления с помощью когнитивной терапии, раз. От сроков принятия решений в обстоятельствах, два. И вот финансово-социально-бытовых возможностей к изменениям, три. Бывает так, что есть такое расстройство, называется депрессия. Или тревожно-фобическое расстройство. Если... Что делает психиатрия и что делает фармакология? Выписываются определенные препараты, которые с помощью химического... Химическим путем устраняют проявления. То есть, делается вот так. Вы говорите, у меня все ха, ра, это не осознаете. Помните, вы это не осознаете, у вас было это. Вам дали колесо, случилось вот так. Вы говорите, все за е. Все хорошо, я вылечил, все классно. Проходит какое-то время, препараты с крови выходят, начинается опять джинь-джинь-джинь-джинь-джинь-джинь-джинь. Вам опять колесо закрыли джинь-джинь, все ха, ра-шо. Вот этот момент будет вечен. Соответственно, как правильно использовать психофармакотерапию в наличии невератической проблемы? Вам хреново пипец. У вас, например, депрессия. У вас сил нету. У вас очень сильная тревога. Вы приходите к психотерапевту со всем этой байдой. Вам объясняют концепцию. И если психотерапевт понимает, что уровень тревоги или уровень депрессии настолько силен, что это не дает выстроить терапевтический план по изменению вот этих обстоятельств, как на когнитивном уровне с помощью нового мировоззрения, новых принятий решений, новых действий. То есть, если у человека нету сил на реализацию плана психотерапевта по этому вопросу, тогда используется фармакология. Закрывается вот это состояние. И у человека появляется сила, чтобы работать над этим. Но тут есть нюансы. Сейчас расскажу. И вот когда вот здесь появляются изменения, уходит плавно фармакология. Соответственно, изменения здесь трактуют изменения здесь. Чем лучше изменения здесь, тем быстрее уходит симптоматика. Но тут есть маленький нюанс. Если вы имеете здесь проблемы в обстоятельствах жизни, отношений и так далее. И вы закидываетесь колесом, будет тяжело нащупать здесь, насколько качественно вы меняете обстоятельства и отношения. Объясню почему. Это то же самое, что стоматолог вам заморозит все и попытается найти нерв. Понимаете? Вот сравнение понятно. Поэтому в идеале, когда мы не замораживаем эмоциональное состояние и работаем все-таки здесь, потому что как только у меня клиент начинает тут улучшаться, у него явно начинает вот здесь вот динамика. Сначала может стать что-то эмоционально тяжело, поэтому есть такое не очень правильное понимание, что мне хуже. Вам не хуже, когда вы начинаете здесь работать над обстоятельствами, потому что вы просто понимаете, в чем болезненность. Конечно, поднимать вопросы привязанности к матери, поднимать вопросы привязанности к мнению окружающих, работать над этим всегда эмоционально здесь начинает резонировать. Ну так это и замечательно. Это значит, мы в нужном русле работаем. И вот изменения здесь будут прямо пропорциональны изменениям здесь. Если мы все нафиг вам заморозим в фармакологии, здесь вот мне будет тяжело чувствовать о том, как откликается ваша психика на изменения. Понятно логика? Замечательно. Что еще здесь? Форма терапии и форма консультирования. Тоже важный вопрос. Значит, смотрите. В мире принята индивидуальная форма и групповая форма. Ну там еще есть терапия среды, но мы сейчас об этом не будем говорить. Итак, есть индивидуальная, есть групповая. По формату очная или дистанционная. Как индивидуальная, так и групповая. Проще говоря, вы приходите либо в кабинет, либо по скайпу. Ваш покорный слуга практикует все формы и форматы консультирования. Я принимаю в Москве очную, вот так вот. Я принимаю индивидуально по скайпу. Я делаю групповые занятия по скайпу для людей, которые живут в других городах. Сейчас объясню отдельно про группы и про все остальное. Также есть вебинары, как форма консультирования. Например, вы видите меня, но я вас не вижу. Вас может быть там человек 50 или 100. Что такое вебинар? Вебинар – это лекция, где я вам начитываю что-то, но это не терапия. Это просто лекционный материал. Вот вы сейчас фактически смотрите вебинар. Просто вы не можете писать в чате. С помощью вебинаров невозможно заниматься терапией или вот этими личностными изменениями в принципе. Это возможно только при индивидуальном консультировании и понимании каждого человека в отдельности. Поэтому терапия в виде вебинаров – это не терапия. Это просто лекция, объясняющая, скорее всего, о том, что такое ВСД, что такое адреналин, что такое паника, как провоцировать, усиливать и так далее. То есть, по большому счёту, в лучшем случае вы узнаете вот об этом. В лучшем случае. Может быть, вы узнаете что-то ещё о том, что есть такие навязчивости, есть такие эмоции, как это физиологически происходит, и что есть некое мировоззрение, которое надо менять. Но, если я вас не вижу, хотя бы по видео, и я не могу вам задать многих вопросов, многих аспектов отношений, я не смогу вот здесь вот начинать работать. В лучшем случае я просто вам объясню концепцию. Это понятно? Поэтому вебинар – это не терапия, это обучение. У вашего покорного услуги проходят иногда вебинары, которые помогают, они тематические всегда, то есть, у меня нет вебинаров по паническим атакам, а горофоби, это смешно. У меня вебинары тематические, там, сексуальные вопросы, отношения с родителями, детство и невроз, как образуется, воспитание детей, депрессия, ОКР, отношения на работе. Все эти вебинары есть в сборнике, они продаются на сайте безневроза.тв. Они тематические, это тематические лекции, фактически как книга, которую, слушая, вы начинаете осознавать все больше и больше аспектов, которые вот здесь вот нужно вам будет поднимать в вашей личной терапии. То есть, фактически, у меня таких вебинаров 15 тем, самооценка, стрессоустойчивость, социофобия, депрессия, ОКР, сексуальные вопросы, мужские интересные темы, женские интересные темы, энергозмия, отсутствие оргазма, напряжения. Много интересных тем, все они есть в продаже, пожалуйста. Поэтому, что выбрать из формы консультирования, неважно, со мной или с моими коллегами. Если у вас есть возможность обратиться к консультанту лично в кабинете, замечательно. Главное, чтобы была правильная концепция, чтобы не зверюшек там рисовали, и о панических атаках говорили, я не знаю, 3 месяца. Чтобы вы быстренько перешли от этого к этому. Да, значит, соответственно, дальше. Сейчас, одну секундочку. Значит, соответственно, дальше. Если нет возможности в вашем городе найти индивидуальную такую работу, рекомендую обратиться к специалистам по скайпу. Все будет то же самое. Главное перейти не от пани, не от симптоматики, к реальным решениям вопросов. Это когнитивная терапия, это план действий, это конкретная работа над обстоятельствами жизни и мышления. Если по скайпу индивидуально не получается, есть групповые занятия. Вот, например, у вашего покорного услуги, давайте это к этому перейду, да. Есть такой вид консультирования, как групповой. Вы видите меня вживую, и я вижу вас, 10 человек. Занятия идут 2 часа. Значит, вначале у нас есть там 3-4 блока. Сначала на первом блоке мы отрабатываем упражнения с паникой, с напряжением, со страхами, с беспокойством. То есть, мы решаем вопрос вот здесь. Чтобы вот этого минимизировать, это напряжение, и исправляем ошибки неправильного понимания. Затем мы переходим к пониманию сути проблемы. И вот здесь у каждого члена группы будут разные обстоятельства и разные отношения к этим обстоятельствам. Соответственно, и план действий по изменениям отношений, и обстоятельства будут разные. Я с каждым членом группы обговариваю все его особенности, обстоятельств, и выстраиваю общий план изменения и общий план действий. Это все-таки я под вас индивидуально это подстраиваю. То, что вас 10, вам сейчас кажется, что это плохо. Но на самом деле, вот у меня группа понедельник заканчивала, и я вам могу искренне сказать, что многие ребята понимают суть отношений и суть изменений через других членов группы. Она говорит, блин, у меня так же с мамой, у меня так же с папой, я этого боялся, у меня так же, и это у меня муж, и это жена. И они начинают понимать, что примерно обстоятельства и отношения одинаковые. Мамы, папы, привязанность, страх, что подумают, не могу сделать маме не понравиться, а хочу сделать по-своему. Муж, жена, деньги, дети, карьера, успех, я должен успеть много, а вдруг я не успею, и страх смерти является главной преградой, а вдруг я не успею, и так далее. Вот тут будет много у вас в группе похожего. И вы очень быстро поможете друг другу, а я лишь вас буду корректировать и буду очень быстро помогать вам указывать мишень и инструменты решения этой проблемы. Вот это о группах. Ну, индивидуально все то же самое объяснять тут, что такое индивидуальное, я думаю, не стоит. Значит, что мне сделать, если я не могу к вам попасть по финансовому вопросу? Значит, смотри, если ты не можешь попасть ко мне по финансовым вопросам ни на личное занятие, ни в группу, у меня есть вот эти самые вебинары и специальный дистанционный курс. Он очень объемный вместе с вебинарами. Там есть и панические атаки, и агорафобия, и навязчивость, и все 12 тем, и план когнитивной терапии, и все-все-все. Его можно приобрести, опять же, на сайте, в электронном виде, на почту ходить не надо, все придет. Поэтому не брезгай, лучше это, чем ничего вообще. Вот. Из новинок я вернул услугу WhatsApp. WhatsApp – это программа в iPhone или в Samsung, где вы мне можете записать аудиосообщение на 5 минут, этого достаточно, и скажете. Здравствуйте, Алексей Юрьевич, у меня такая проблема, началось с того-то, с того-то, происходит то-то, 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 что делать, подскажите, какие упражнения, как правильно их делать. Или я не испытываю панических атак, это ты, но у меня вот отношения с мужем, у меня отношения с женой, как иррационально думать. Я вот смотрел ваши лекции, я должна, не должна, как исправить ошибки. То есть, за 5 минут вы наговорите все, что вам необходимо, я прослушаю ваше аудиосообщение и запишу вам лично, индивидуально, аудиоответ. 10-15 минут, в зависимости от объема информации, которую надо вам дать. Я могу вам дать упражнения, если вам это будет необходимо, я могу вам дать практику, могу выслать бесплатно вебинары, если посчитаю нужным в вашем случае, бесплатно. Вот. И так далее, и тому подобное. То есть, услуга WhatsApp, она очень удобна. У вас возник вопрос, острый или наболевший, или вы новичок, или вы уже были у меня когда-то, или еще что-то. Пожалуйста, опять же, на сайте Безневроза ТВ, в разделе услуги, оплата услуг, описана эта услуга. Пожалуйста, оплачивайте, она стоит полторы тысячи рублей, получите от меня полностью аудиоответ с вебинарами, которые вам могут быть необходимы. Что еще? Значит, семинар ближайший в Москве, он уже скоро в анонсе будет, 20-21 февраля в Москве, двухдневный семинар, живой. Можете приехать в Москву, из Подмосковья, из других городов. Два дня с утра до вечера я вживую с вами буду работать, рассказывать, показывать всю технологию самих изменений вот здесь. Ребятки-котятки, на вебинаре я не буду акцентироваться на панике, ВСД, проживании. На семинаре, точнее, я акцентируюсь над изменениями отношениями к обстоятельствам, планированию и решению причин невротических расстройств. Вот эти два дня – это мои семинары. Ближайший семинар в Москве, потом Питер и еще 10 городов России. Следите за новостями. Кто в Москве хочет прийти, пожалуйста, звоните по телефону, опять же, указанному здесь. Я вам все расскажу про семинар. Записывайтесь. Стоит он недорого. Семинар два дня, который идет, стоит ровно столько, сколько стоит два часа в среднем приема психотерапевта. А там я с вами буду два дня работать. Поэтому соотношение денег, конечно, смешное. Но, собственно говоря, все, что я хотел вам сегодня сказать. Тут последний вопрос у меня записан по поводу моей внешности. А что там за вопрос был по поводу моей внешности? Не знаю, что за вопрос был, если честно. Что про мою внешность? Ну, мне кажется, вы все меня давно знаете, что-то комментировать. А, наверное, там был вопрос по поводу харизмы психотерапевта. Там, по-моему, был вопрос по поводу харизмы психотерапевта. Как выбирать, кого и так далее. Значит, ребят, давайте запомним следующее. Что психотерапевт – это человек, прежде всего. Как и парикмахер, как и хирург, как и любой специалист по какому-то вопросу. У него у самого могут быть кучи нерешенных проблем. Это первое. Второе. У него может быть специфический метод, который он выбрал. Школа, философия, предыдущий опыт. Какие-то харизматические особенности. Поэтому, если вам когда-то посчастливилось встретить психотерапевта, который заставил вас рисовать зверюшек. Что-то там делать странное. Не надо считать, что все психотерапевты этим занимаются. Тысяча методов и школ психотерапии. И если вам не помог один, два, три, значит, вам либо не подошел метод, либо не подошел человек. А не психотерапия. Вот это важно запомнить. Запомнить. Вам не подошел либо метод, либо консультант. Но не сама психотерапия, что она неэффективна. Знаете, вот на форумах иногда встречишь. Я занимался психотерапевтом. Во все дебилы, во все шарлатаны. Слушай, ну, если ты встретил психотерапевта или консультанта, и тебе не подошел метод или человек, это не означает, что тебе не подойдет еще что-то другое. Ты же не говоришь, что все джинсы говно, потому что тебе эти джинсы не налезли. Значит, это просто не твои джинсы. Вот и все. По поводу меня. Так случилось, что я в юности работал в модельных агентствах. Так случилось, что, в общем, случилось так, как оно есть. Если кому-то... А, я вспомнил, что это был за вопрос. Там кто-то меня критиковал по поводу моей внешности, о том, что ко мне идут... Я вспомнил. Ко мне идут люди, потому что я как-то специфически выгляжу. Я недавно в Перископе показал онлайн статистику канала Невроза Мегаполиса. Мои клиенты и зрители онлайн Перископа не дадут соврать. 53% зрителей канала – это мужчины. Это к вопросу о статистике и фактах. Далее. По поводу внешности. Я ничего не могу с этим сделать. Как говорится, что выросло, то выросло. Да. Что еще здесь? Да, действительно, наверное, как мне кажется, совокупность каких-то внешних данных, спортивной подготовки, возможно, тембра голоса и подачи материала дает некоторую вкупе такое понимание, что человеку приятно смотреть, слушать и взаимодействовать. Это называется харизма. С этим ничего не могу поделать. Как говорится, что есть, то есть. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Я же к вам не прихожу, не стучусь со словами «Здравствуйте, идите ко мне». Если вам нравится, как я преподношу материал, как я работаю с людьми, как я объясняю, пожалуйста, welcome. Если вам не нравится, не смотрите, не звоните, не приходите, делайте то, что считаете нужно. Я отношусь к этому спокойно. И тут же вопрос, уточняющий про конкуренцию. Алексей, на сегодняшний день много видеоблогеров. Что вы думаете по поводу перечислять несколько фамилий? Я считаю, что в 2009-2010 году, когда ваш покорный слуга создавал канал Невроза Мегаполиса, я очень рад, что этому примеру последовало энное количество людей. Это замечательно и хорошо. Опять же, почему? Потому что я не подхожу всем. Да и не могу я всех принять. Кому-то подходит Иванов, кому-то Сидоров. Это первый тезис. Второй тезис. Для меня очень важно понимать, что есть личные отношения и есть профессиональные отношения. Со многими ребятами, которых вы перечисляете в интернет-сообществе или в практическом сообществе, я знаком лично. И со многими из них у меня личные отношения нормальные, человеческие. Но по профессиональным каким-то аспектам мы можем расходиться в каких-то мнениях. Это тоже нормально. Но для меня главное, не чтобы мы одинаково смотрели на вопросы методов, терминологии и так далее, а чтобы личные отношения, человеческие, были между двумя личностями нормальные. Чтобы никто не гадил, не говорил что-то за спиной, мне не улыбался, а за спиной говорил какие-то гадости. Вот это для меня убивает отношения к человеку. Как профессиональные, так и личные. Так вот, со многими блогерами, о которых вы тут мне пишете, я знаком, и с кем-то у меня хорошие личные отношения, а с кем-то личные отношения нехорошие, потому что как личности эти люди повели себя очень низко, мерзко, подло, и даже, подчасти даже, не по-мужски, я бы так сказал, мягко говоря. Поэтому, если человек как личность так себя ведет, то мне уже его профессиональные взгляды уже не очень интересны. Если человек как личность корректен, открыт, доброжелателен и честен, и ведет себя по-мужски, мне не обязательно, чтобы мы с ним сходили с взглядами в профессиональном ключе. Для меня главное его личность и наши человеческие отношения. Вот. Ну и заканчивая сегодняшнюю лекцию, я хочу еще раз подытожить, что все решаемо, во-первых. Неврозы – это обратимые расстройства. Опять же, помните, есть напряжение из-за обстоятельств и отношений, возможно, вы не понимаете, проявляется вегетативно, эмоционально, поведенчески. Научитесь не пугаться вегетатики и не избегать обстоятельств, где они были. Научитесь понимать, что все эти сомнения, навязчивости – это лишь проявления либо «а вдруг я буду плохим и как?», либо вы видите в обстоятельствах какую-то угрозу, и эта угроза начинает у вас сублимироваться в угрозу за здоровье. Конечно, тут есть еще много чего рассказать, но это будет тогда лекция на 6 часов. Я надеюсь, что для новичков эта была лекция очень важна и популярна. Я постараюсь разместить ее в разных группах. Пожалуйста, покажите эту лекцию людям на форуме. Покажите эту лекцию людям на каком-нибудь популярном форуме по ВСД, которые постоянно ищут себе какие-то болезни, не могут найти. Я прекрасно понимаю, что там будут хаять меня говном поливать, но я к этому уже за 5 лет привык, поверьте мне. Из тысячи людей, которые поливают меня где-то говном, 10-20 человек понимают и приходят и меняются. И для меня это самое главное. Вот. Что еще? Телефон указан, сайт указан, пожалуйста, звоните. Если я не беру трубку, поймите правильно, что я не могу брать трубку 24 часа в сутки. Дозванивайтесь, позвоните позже, еще позже, но я рано или поздно трубку возьму. Жду вас 20-21 февраля на семинаре в Москве. 13 февраля будет семинар по спортивной подготовке к лету, там у нас будут тренировки, питание и так далее. Тоже приходите, будет очень полезно для тех мужчин и женщин, кто хотят привести себя в форму и не знают, как правильно составить план питания, план тренировок. Услуга WhatsApp обязательно воспользуйтесь, потому что это замечательный способ войти со мной в контакт. Группа, значит, набор в группу. Сейчас будет набираться группа вторник, пожалуйста, имейте это в виду. На личные занятия по скайпу есть места, пожалуйста, обращайтесь. Ну и, собственно говоря, звоните, чем смогу, помогу. Посмотрите обязательно предыдущие ролики канала Невроза Мегаполиса, приходите на занятия, подписывайтесь на канал, подписывайтесь вконтакте, в группу и на личную страничку. Звоните. Ваш Алексей Красиков, канал Невроза Мегаполиса. Надеюсь, вам было сегодня еще раз более понятно и более ясно, что делать. Ну а я вас жду на занятиях индивидуально, или в группе, или на семинаре, где я пожму вам лично руку. Впереди много интересного, и у меня есть два интересных проекта, над которыми я сейчас работаю, одних вы узнаете чуть попозже. Так что год будет очень насыщенным и интересным. До встречи в вашем городе, или в скайпе, или на групповых занятиях, или в Москве. Увидимся. Ваш Алексей, канал Невроза Мегаполиса. Увидимся. До свидания. Здоровья вам и гармонии. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok